Всем тихой ночи. На сайте SCP есть такая страница, где нет текста, а есть только картинки и разные значки, разглядывая которые можно у себя в голове составить примерные условия содержания и описание объекта. Картинка с замочком и буквой К подсказывает нам, что это класс Кетер, а в точках зашифрован его номер 2521. Разглядывая эту страницу дальше, мы догадываемся, почему оно именно так. Объект SCP-2521 это существо, которое невозможно содержать и которое приходит и забирает любую выраженную словами информацию о себе. Если эти слова о нем написать на листе бумаги, он придет и заберет лист. Если начать о нем рассказывать, он придет и заберет рассказывающего. Это фонд выяснил во время экспериментов с классом D, в ходе которых сотрудника в оранжевой робе попросили описать увиденное на картинках. Сначала он все записал на листе, и существо пришло и забрало все записи. А когда сотрудник D-класса начал описывать существо словами, оно забрало и его. Ну и атомиметическая информационная сущность Пениану забрать не может. А вот другим не советую пренебрегать условиями содержания. Еще картинки сообщают нам, что у него липкие щупальца и рост чуть больше двух метров. На самом сайте SCP можно найти не так, чтобы много информации об объекте. Из рассказа 1346-1 мы узнаем, что тот самый, о ком нельзя говорить, это существо, некогда жившее в конце SCP-1346, в коридоре, вызывающем страх. SCP-1346 это коридор, расположенный в некоем научно-исследовательском институте, который невозможно пройти полностью из-за сильнейшего чувства страха, которое начинается у любого человека, прошедшего по нему более 50 метров. Также в коридоре есть неизвестный источник электромагнитного излучения, способного не только внушить страх человеку, но и сломать любую сложную технику, потому фонд долгое время не мог узнать, что же такое находится в его конце. В рассказе 1346-1 фонд создал экранированного робота, который смог доехать до конца коридора, однако так и не смог открыть расположенную там дверь. Зато он нашел записку человека, который смог пройти до конца и встретил там узника. И этот узник таким образом был освобожден, ведь устройство, служившее для его удержания, по какой-то причине могло держать только одно существо за раз. И теперь его место занял человек, написавший записку. А узником этим был SCP-2521, конечно же. То есть сам объект 1346 был своеобразной камерой содержания для него. Камерой содержания, которую, если верит рассказу пассивная автоматическая система амнизирования, создал сам фонд, когда исследовал SCP-579. Изначально эта штука была предназначена для борьбы со всякой меметической заразой. Система может распылять амнезиаки, вставлять меметические вирусы в любые виды информационной продукции и посредством электромагнитных импульсов управлять людьми и машинами. Такой системой была оборудована зона содержания фонда номер 17, а то, что впоследствии стало SCP-1346, было лишь недоделанным прототипом, который фонд SCP, видимо, со словами «не пропадает же добру», стал использовать в качестве коробки для SCP-2521. Однако этот монстр решил, что смиренно сидеть в коробке это не для него, и взял контроль над хитрой машиной, заставив забыть фонды о себе и о том, что вообще такое находится в том месте, где его оставили. Ну и чуть позже сбежал, заманив в ловушку кого-то еще. После своего освобождения существо начало бродить по миру, забирая в свое логово любого, кто упоминает его. В рассказе Нарциссиус показана история ребенка, который подружился с этим существом. Главный герой этой истории был необщителен и придумал себе воображаемого друга. Друга этого ребенок вызывал, используя несколько стихов как заклинание, в тексте каждого из которых был зашифрован номер 2521. Он просто читал эти стихи и существо приходило. Оно забирало его в свою реальность, где ребенок вполне нормально проводил время и даже подружился с номерным монстром. Примерно такой же сюжет показан в небольшой манге, и кстати, она расположена прямо на сайте SCP. Так что SCP это манга такая. В коем-то веке монстр, проходящий через пространство и время, показан не злобным людоедом, а существом, с которым можно даже подружиться. В манге мы видим приходящую в лес девочку. Там она встречает SCP-2521 и спрашивает у него, кто он такой. Существо ей отвечает, притащив ей, судя по всему, захваченного ранее сотрудника класса D и те листы бумаги из самого первого эксперимента. На сайте SCP есть еще одна рисованная история, где женщина вызывает существо, написав его имя на листе бумаги. И потом оно приходит к ней ночью. В этой истории интересно то, что она происходит явно во времена, когда никакого фонда SCP еще не было. А значит, еще никто не дал ему имя 2521. В письме героини обращается к существу только по местоимению. А в комментариях автор вообще пишет, что это повзрослевшая девочка из прошлой манги. Но откуда тогда этот сотрудник класса D, если дело происходит в далеком прошлом? Или может 2521 может путешествовать через время? Или может даже бродит по разным мирам? Вторая версия подтверждается в рассказе «Пожалуйста, назови мое имя». И там есть даже информация о его изначальном появлении. Существо родилось в маленьком пустом и холодном мире, который болтается где-то между нормальными большими мирами. Очередной бог-бездна, короче. Ничего особенного для мультивселенной SCP. Однако в отличие от того же алого короля, что сожрал своих божественных собратьев, то место, где существовал будущее SCP-2521, содержало только одну единственную живую сущность – его самого. Сущность, тем не менее, росла и развивалась. От скуки одиночества прорастая своими органами чувств как нитями, самые разные обитаемые реальности. Слушая и наблюдая, монстр изучал языки людей, научился влезать во все возможные носители информации, в книги, в рукописи и даже начал слушать, что говорят люди с целью узнать о себе хоть что-то. Существо задалось целью найти максимум информации о себе, чтобы понять, кем оно вообще является. В какой-то момент SCP смог поймать его и даже заключить в SCP-1346. Но главное, что сделал фонд – это придумал ему описание. Существо в итоге сбежало, но запомнило то обозначение, которое дал ему фонд – 2521. И теперь слушает все миры, до которых может дотянуться. И забирает оттуда всех, кто называет его имя. Не так много про этот объект есть на сайте SCP. Но если внимательно посмотреть на картинку в статье, можно узнать куда больше. Да это же существо из проекта под названием Web Project художника Филиппа Абрея, который также известен под псевдонимом Humanthropy. Этот проект он показал в 2015 году в Берлине на фестивале Vision 3. Канал автора, на котором вы сможете увидеть оригинал видео с этим существом, так сказать, фул, вы можете найти в описании. Также я оставлю ссылку на сайт художника, где есть другие его работы. На сайте Абрея есть описание, в котором говорится о том, что монстры эти призваны из глубокой древности, из первобытных эпох, где они зародились и пришли в наш мир по воле художника. Они существовали с самого начала времен, но сами по себе они не имеют какой-то формы, потому приходя к нам, они материализуются в виде монстров, тело которых состоит из различных носителей информации. В основном это магнитные VHS-ленты из старых видеокассет, но также это могут быть и кинопленки. Лазерные диски, а в ходе недавних появлений в них были замечены смартфоны и различные цифровые элементы памяти. Приходя в наш мир, темные существа обретают плоть во всем, что служит повествованию. Чем-то это, кстати, напоминает описание происхождения сиреноголового, которое использовал Тревор Хендерсон. Наверное, такой ход мысли популярен среди модных художников. То, что впоследствии стало SCP-2521, изначально называлось V-Monolith или V-Monolith и было не единственным творением Обрея. Было еще похожее существо в шляпе и несколько совершенно не похожих на него. Все эти фигуры были созданы и сфотографированы в Исландии, и я нашел несколько разнонаправленных объяснений их смысла. То это что-то про загрязнение природы, то про влияние медиапродукции на людей. Но вообще в данном случае сложно сказать, что хотел сказать автор, да и нужно ли это искусство вообще. Кстати, автор знает про SCP-2521 и называет его другой жизнью своего пятого монолита. Хм, пятый монолит – древнеабстрактная сущность из другого мира, которая пронизывает все информационное пространство нескольких миров и которой нельзя упоминать. Пятая церковь подтверждена. Снова. И еще кое-что. Главное свойство SCP-2521 заключается в похищении людей, упоминающих его вслух, что очень похоже на старый фучановский мем про Кэндалджека, связывающего и утаскивающего всех, кто называет его имя. Всем пока!